Пожалуйста, Курская область. Смирнов, Алексей Борисович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Да, но у нас 28 населенных пунктов находятся как раз в этой зоне. Это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем. Кроме того, за это время в разы выросли атаки БПЛА и ракет. 194 снаряда ракеты и БПЛА в нас в адрес области направлено. 147 сбито, был прилет в жилой дом, 9-этажку, 13 человек ранено. Был разрыв два дня назад в ночное время на администрации области. Но мы все находились на работе. Для координации действий к нам прибыл генерал-полковник Никифоров Евгений Валерьевич. Со всеми силовиками налажено взаимодействие. За это время мы, как вы поручали, Владимир Владимирович, на два этапа разбили переселение людей. Первый этап это в четырех районах 10-километровая зона и Суджанский-Корнинский район полностью. 8-го числа приступили полностью все шесть приграничных районов. И два района Башесолдатский и Львовский прибавились к ними, те, которые граничат с атомной станцией. Итого это 180 тысяч человек. Выехало на сегодня и эвакуировано 121 тысяча. 59 тысяч работа продолжается. К ней привлечены, помимо наших служб и федеральных ДНД, волонтеры, молодая гвардия. На сегодня развернуто 53 тысячи мест ПВР. Из них развернуто Москвой 20 тысяч мест. Спасибо большое, Сергей Семенович, постоянно на связи. Во всех других регионах России 25 тысяч мест. Мобильный ПВР у нас здесь на станции 2400 мест. Это РЖД. Всего ПВР 106. В них размещено 7524 человека. Из них дети 1083 человека. Но резервы есть. Подошел лагерь МЧС из Росрезерва на 10 тысяч мест. И готовится в Москве дополнительно 10 тысяч мест. В каждом ПВР работают психологи. И МЧС России, и местные из наших школ. А также оказывается бесплатная юридическая помощь. В круглосуточном режиме осуществляется выдача гуманитарной помощи. В наличии на сегодня 10 тысяч суточных пайков. 28 тысяч недельных продуктовых наборов. Воды 112 тысяч литров. В пути суточных 13 тысяч. Воды 260 тысяч. И продуктовых наборов 148 тысяч. Проблем здесь нет. Также дополнительно работают много гуманитарной помощи от жителей. Недостатка нет. По медицине свободно 1912 коек. Кроме того, развернуто госпиталь ФМБА на 100 мест. И госпиталь Минздрава России на 100 мест. Количество бригад скорой помощи 108. Работает при гранище 61. И санавиация. Запас лекарственных препаратов и крови достаточный. Мы продолжаем забор крови при необходимости. Проблем нет. Количество прибывших врачей Курской области 422 человека. Курских врачей работает 436 и 840 среднего медицинского персонала. Погибших гражданских лиц 12. Раненых 121. В том числе 10 детей. Кровосудочно работает колл-центр. И все возможные наши точки получения информации письменные, в администрации приемные. За это время поступило 35 тысяч обращений граждан. Мы осуществляем выплаты по 10 тысяч рублей. Средства получили. На сегодня данные средства получены 2100 гражданами. Хотя подано заявление 46 тысяч 700. Работали с Минцифрой. И обеспечиваем с сегодняшнего утра. Сможем в автоматическом режиме перечислять 1000 заявлений в час. Поэтому проблему эту закрываем. Поступили средства на переселение людей из приграничной обстреливаемой территории. На 300 семей. 131 заявление отработано. Люди подбирают жилье. Сертификаты выданы. Работа продолжается. Принято решение. Спасибо большое. О моратории оплаты жилищно-коммунальных услуг. И процентов по кредитам. Аварийные бригады созданы. Все службы работают. Также ведем работу с ущербом промышленных предприятий и сельхозтоваропроизводителей. Только сейчас, с утра выслали бригаду. С первого раза не получилось. Позавчера бригаду Россетей восстановить электроснабжение в Беловском районе попало под обстрел. Причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РУВД. Все живы. Но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета. Но сегодня получилось. Трансформатор подчинен. При сопровождении Росгвардии. Лично там выезжал руководитель МРСК-центр. Половина района запитана от электроэнергии. Также свинокомплекс. В настоящее время приступили к выполнению здания Министерства обороны по строительству 90 взводных опорных пунктов. Туда привлекается 350 единиц техники и задействовано до 5000 строителей. Находимся в постоянном взаимодействии с первым заместителем председателя правительства Мантуровым Денисом Валентиновичем, с уснулимомарашекинзианшим, Минстроем и Минтрансом. Кроме того, выкопали 40 километров противотанкового рва из запланированных 46, работу заканчиваем. Также приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов. Режим КТО введен с 23 часов 9 августа текущего года. Работаем с ФСБ России и УВД. Проблемные вопросы. Для нас проблема это как раз учитывая, что там нет четкой линии фронта. Это понимание, где находятся боевые части. Волонтеры работают, постоянно пытаются вывезти людей. У нас заявок от родственников на 3,5 тысячи человек. Двое волонтеров пропали. ДНД у нас попадало в зону действия ДРГ. Вывезли они порядка 2 тысяч человек за эти дни. Работа продолжается. Поэтому здесь очень важно знать, в какой момент где находится противник. Был вопрос по выплатам 10 тысяч и 15. Спасибо большое за то, что он урегулирован. Люди волновались. Это одна и та же выплата взаимопоглощающая или разная. Сейчас успокоим их сомнения. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за решение. Ущербы будем подсчитывать позднее. У нас сталкиваются с проблемой населенные пункты. Районные центры опустили. Конечно, они сейчас занимаются военными частями. Не все уезжают. У нас непринудительное отселение. Поэтому продолжают работать магазины. Мы вынуждены были запретить торговлю алкоголем. Мы следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами. Дирсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование. Москва помогла. К нам пришло тысячу человек из московского предприятия государственного. Сейчас ждем для усиления охраны мостов, железнодорожных дорог, людей из-под веда Минтранса России, наше ДНД. Но мы надеемся все-таки в разрешении вопроса, что также по аналогии, как с Москвой, их можно будет вооружить. В заявлении подали 1200 человек. Сейчас ежедневно привлекается к работе посменно до 500 человек. Доклад закончил. Готовы ответить на вопросы.